Налом Сёгуна, который недавно вышел в эфир, он представил концовку, заслуживающую ожидания, лучше, чем я мог предсказать. С романом, мини-сериалом 80-х и этим шоу, все они закончились примерно в одно и то же время, это заставило меня захотеть узнать больше о реальных исторических персонажах и понять, что произошло после того, как мы остановили это шоу. Конечно, у нас был флешфорвард, который показал нам битву при Секи Гахара, но каков был его исход, что произошло с победителем, проигравшим и многими персонажами, оставшимися в Эдо и Асаке? Я подумал, что отвечу именно на это, давайте приступим. Вот исторические события после Сёгуна. Только знайте, этот ролик будет содержать спойлеры. Битва при Секи Гахара и судьба Ишида. Многие хотели увидеть эту битву в шоу, и мы увидели ее мельком, когда речь зашла о флешфорварде, который произошел в речи Таранаги Кьебусиге. С уважением. По сравнению с настоящей битвой при Секи Гахаре, это была важная битва, которая решила судьбу или нет. Западная армия во главе с Исидой Муцунари, или восточная армия во главе с Иэйасу Токугава, царствовать победоносно. К тому времени, когда наступила битва при Секи Гахаре, у Токугавы было больше людей, когда дело дошло до битвы, что на самом деле было неожиданностью. Первоначально у Исиды было 120 тысяч человек, а у Токугава 75 тысяч. Но когда они встретились на поле боя, у Исиды было 81 тысяча, а у Иэйасу Токугава 88 тысяч. Это происходило по целому ряду причин. Одна из них заключалась в том, что Токугава на самом деле разговаривал с Дайме, которые присягнули на верность Исиды и пообещали им землю, если они перейдут на другую сторону, как это случилось с некоторыми из них. Кроме того, многие из людей Исиды дезертировали до 20 тысяч человек. Некоторые из них хотели просто держаться подальше от конфликта и не присягать на верность ни одной из сторон, чтобы в конечном итоге избежать смерти. Итак, хотя у Исиды Муцунари поначалу было численное превосходство, оно вскоре изменилось, и преимущество оказалось не на его стороне. Иэйасу Токугава и восточная армия одержали полную победу в битве при Секе Гаахаре, как они разрушили оборонительные позиции, занятые армией Исиды, и многие из Дайме, перейдя на другую сторону, выступили против Исиды. Это означало, что ему пришлось отступить, так как это переломило ход битвы. Падение западной армии наступило, когда Исида понял, что больше не имеет поддержки, и сам бежал с поля боя. После бегства его схватили крестьяне из окрестной деревни и казнили в Киото. Его голову после казни выставили на всеобщее обозрение в Киото. Сам Исида Муцунари не слишком хорошо запомнился историкам, однако время оказало исторической фигуре хорошую услугу. Ведь говорят, если люди остались ему верны и не спешили переходить на сторону противника, то, возможно, он на самом деле. У него был шанс победить на поле боя, что могло бы изменить историю, но для него это просто не было судьбой. Что стало с настоящим Джоном Блэкторном после Сегуна? Что касается Джона Блэкторна, его прототипом был Уильям Адамс, и когда мы оставили его в сериале, он получил приказ помочь в строительстве первого японского западного стиля корабля. Это было завершено, и судно было 80 тонн. На следующий год Адамсу было поручено построить большее судно 120 тонн. Остальные члены экипажа, с которыми Уильям прибыл в Японию, в конце концов получили разрешение покинуть страну, и в 1605 году большинство их выбрали так делать. После того, как Сегун начал доверять Адамсу, он назначил его дипломатическим и торговым советником, в итоге став его личным советником по всем вопросам касательно западного мира. Уильям Адамс стал даже официальным переводчиком, показав, что он выучил язык, перенял культуру, и к нему отнеслись совсем иначе, чем когда он приехал впервые. Он перестал быть варваром, носил японскую одежду, и когда другие англичане позже прибыли в Японию, он предпочитал быть среди японцев. В конце концов, ему разрешили заходить во дворец, когда он пожелает, и мог говорить с Еесу Токугавой, когда ему надо было. Хотя Токугава уважал Адамса, он никогда не позволял ему покинуть страну, как разрешалось многим другим членам экипажа. Даже несмотря на то, что Уильяму не разрешалось уехать, он все равно отправлял деньги Жене в Англию. Я считаю, что это показало особенно интересную сторону личности, потому что это то, что ему не нужно было делать. Но он сам решил так, хотя у него были жена и дети в Англии. Он в итоге женился на другой в Японии, где у него родилось еще двое детей, сын и дочь. В письмах, которые писал Уильям, он упоминал о том, как он уважал и заботился о народе Японии и его цивилизации. Одной из первых фраз, которую сказал Блэк Торн в сериале, когда он прибыл в Японию, было то, что он называл людей дикарями. Но в сериале это мышление... Он изменился, и он уважает их. Мы видели смену характера. Уильям помог Токугаве, внес вклад в развитие торговых прав, связав и с другими странами. Уильям Адамс был важен для сегуната Токугава. Уильям Адамс умер к северу от Нагасаки 16 мая 1620 в 55 лет. Что с Торанагой Токугавой? Интересная в Токугаве осада замка Осака. Он планировал взять замок Осака, в нем была госпожа Очибанаката и наследник бывшего Тайко. Неудачная попытка в 1614 году, когда был мирный договор, но в 1615 году Токугава показал. Договор не стоил бумаги. Он взял замок, замок Осака пылал, Йородано, госпожа Очибанаката. И Хиде Йори оба совершили сэпуку, которая положила конец наследию Тойотами. Тайко передавался по наследству. Таким образом, преданность, которую изобразила в шоу FX леди Очибанаката, на самом деле ничего не значила. Токугава чувствовал, что ему нужно избавиться от наследника, потому что люди, выступавшие против правления Токугавы, сплотились вокруг того, кого они считали законным наследником, сына бывшего Тайко. Таким образом, это была единственная угроза, с которой, по его мнению, он столкнулся, имея полный контроль и будучи доминирующим кланом в Японии. Токугава стал сёгуном в возрасте 60 лет. И сёгунат Токугава, который он сформировал, в конечном итоге продолжал править Японией в течение следующих 260 лет. Всего через пару лет Токугава отрёкся от должности сёгуна в 1605 году, и его преемником стал его сын. Есть несколько разных предположений, что касается того, почему он ушёл в отставку, но некоторые идеи указывают на то, что он, возможно, хотел сделать это. Легче было получить преемника, которого он хотел, которым был его сын. Хотя и ушёл в отставку, это не затронуло власть Иэсу Токугава. С его сыном, принявшим титул сёгуна, Иэсу оставался важной фигурой, действуя как отставной сёгун. Иэсу Токугава умер в 1616 году. Ему было 73 года. Считается, что он скончался от рака или сифилиса. Смерти Ябусиге не было. Относительно смерти Ябусиге, это была одна из лучших сцен в финале, но, к сожалению, этого не было в реальности. Ябусиге основан на хонде Масанобу, который умер в 1616 году вместе с Иэсу Токугава. Связывая вымышленную предательскую линию Ябусиге, думаю, это могло быть связано с восстанием 1563 года против Иэсу Токугава и Масанобу, присоединившегося к бунтовщикам против него. Спустя десятилетия после побега он встал на сторону Иэсу. Он также участвовал в битве при Секигахаре на стороне Иэсу Токугавы и Восточного войска. Было предательство, вероятно, из-за конфликта Масанобу и Токугавы в начале. Концовка Сегуна не дала завершения. Она сосредоточила нас на Торунаге. Наблюдая за действиями Торунаги, мы видели, как он хотел стать Сегуном. Сегун – не конец, это начало. Так мы не видели его становления. Токугава был Сегуном долгое время и создал клан, последовавший за ним четверть тысячелетия. Это поразительно, если задуматься. Эти вымышленные персонажи заняли нас. Настоящие люди из истории изображались на экране пару месяцев, и рекомендую вам узнать о них побольше. Их истории интересны чтение о них, и просмотр шоу дадут вам новое понимание того времени и кем они были. Итак, исторические события после Сегуна. Если хотите видеть больше видео по Сегуну, нажмите на карточку. Разобрал каждый эпизод и углубился в исторические личности. Если хотите больше видео, переходите на канал. Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!